МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы в курсе, что в Сочи на смену массивным, глухим забором придут живые изгороди? Привычные металлические или пластиковые конструкции останутся в прошлом. В зонах гостеприимства курорта экологичные живые заборы появятся уже к маю будущего года. Здравствуйте, я Инга Габеша. И на канале ФКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Зелень заменит металлы в спальных районах. Сейчас специалисты работают над внесением поправок в правила землепользования. Чиновники уверены, экологичные живые заборы не только украсят улицы курорта, но и улучшат микроклимат одного из самых популярных российских курортов. О реализации проекта «Живая изгороди» не только. Мы поговорим с директором департамента лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи. Наш гость сегодня Андрей Платонов. Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте. Департамент, который вы возглавляете, охватывает довольно большую область этой промышленности. Сельское и лесопарковое хозяйство для Сочи, как для курорта, окружающая среда – это не пустой звук. И по вашему мнению, в каком состоянии она сегодня находится? Вы знаете, вопросов про состояние окружающей среды в Сочи достаточно много. Они активно обсуждаются и в логосфере, и на телевидении. Но есть один показатель, как непарадоксально звучит, в городе Сочи темные ночи. Действительно, как бы мы ни освещали наш город, я имею в виду уличное освещение, все равно ощущение, что ночи темные. Это, на мой взгляд, основной показатель того, что воздух в Сочи чистый. И в отличие от мегаполисов, где у нас не все в порядке с экологией, и небо сияет, да, в дымке какой-то, у нас, собственно, с экологией достаточно все хорошо в городе. Этой осенью в Сочи появилось сразу несколько новых скверов. Какой из них оказался сложнее с точки зрения выполнения работ? А вы знаете, простых скверов и вообще простого зеленого строительства не бывает. Каждый сквер, он хорош и понятен по-своему. Сложно было и трудно, да, методам субботника, используя благотворительность предпринимателей, построить ландшафтный парк имени 80-летия образования Красавского края. 14 гектар, 6 километров дороже по сложной местности. На сегодня парк работает, освещение в нем есть, площадки детские есть. И можно констатировать, что для микрорайона Макаренко, улицы Вишневой, есть место, где можно проводить время и детям, и взрослым. И самое главное, что есть перспектива развития этого парка. Парк Яна Фабрициуса, он по-своему хорош, это центр города, он приурочен к международному событию, фестивалю молодежи и студентов. Ну и он и выглядит, как такая яркая картинка в нашем городе. Ну, сквер, который строится на Бытхе сегодня, он будет не менее привлекателен для жителей Бытхе, потому что там действительно такого места нет, где можно отдыхать. И слава богу, что эти места появляются, и по планам главы города и администрации города, мы эту практику будем продолжать и в следующем году. По-моему, Светлана на очереди. Ну, сейчас трудно сказать, не буду гадать, сейчас планы верстаются. Я думаю, придет время, мы вам скажем, где они будут, эти парки. Хорошо. На сегодняшний день в Сочи готовы приступить к реализации программы «Живая изгородь». Это значит, что на смену стандартным железным ограждениям придут растения. Вот расскажите об этом в виде ландшафтного оформления городской среды. Ну, это элемент исполнения программы. Есть федеральная программа «Благоприятная городская среда». И мы, собственно, пытаемся в эту программу войти через раздел «Живые изгороди», чтобы наш город стал более красочный, более зеленый. Ну, я не знаю, более старшего поколения жителей Сочи помнят, что город, собственно, утопал в зеленых изгородях. Сплошных заборов в тот период не было. Разрешались заборы сетка рабица, прозрачная должна быть, и то покрашена в зеленый цвет. Значит, ну, прошло время, свои стандартные внесла Олимпиада. Время прошло в международных соревнованиях. И чтобы наш город научился сам себя украшать и стал по-прежнему привлекательным, вне зависимости от больших серьезных мероприятий, которые в городе проходят, вот есть поручение главы города, которое выливается в несколько задач, которые нужно выполнить. Ну, первое, вы с этого начали. Это те изгороди, которые не украшают наш город, существуют на гостевых маршрутах. Их постараться максимально быстро по этой программе, программа до 2020 года, ну, собственно, заменить на живые изгороди. Вторая подпрограмма, или это, собственно, уход за теми насаждениями, которые уже посадили изгороди. Инвентаризация тех насаждений, которые остались от того периода и сегодня требуют углубленного ухода, там, обрезки. Вот. Это, собственно, общая задача, которую выполнить. А за чей счет будет произведена замена изгородей? Там, где земли общего пользования, там, где общие гостевые маршруты, наши парки, да, наши скверы, там, безусловно, за счет средств местного бюджета, за счет общей программы по софинансированию благоприятной городской среды, эта работа будет выполняться из бюджета. Ну, там, где есть собственники земельных участков, предприятия различных форм собственности, безусловно, будем проводить с ними диалог, будем находить точки соприкосновения и, понимая, что бизнес в нашем городе, ну, очень правильно настроен и сильно убеждать в том, что город будет красивым и от этого всем будет хорошо, я думаю, не придется. Собственно, бизнес будет участвовать в этом, в этой работе. Ну, и наши жители, которым, заборы которых, да, они в разном состоянии, выходят, опять же, на эти земли общего пользования. Это управляющая компания, где-то уже в микрорайонах. Много ли растений понадобится и какие-то будут растения, думаю, сочинцам будет интересно. Вы знаете, растений действительно много, значит, перечислять не буду их все. Единственное, я скажу, что это будут районирные, адаптированные к нашему городу растения, вечно зеленые, вот, и плетущиеся растения будут, ну, там, где сложно будет высадить серьезный кустарник, будем применять, в общем, различные формы озеленения будут применяться. Насколько стало понятно, город хочет вернуться к стандартам озеленения, которые разработал еще Венчугов, или это такие ностальгические штрихи в современном имидже? Венчугов, как автор, как творец, да, он вошел в историю города, но при этом, давайте вспомним, много безымянных тружеников, да, которые в тот период украшали наш город. Много организаций, начиная от горкома партии, горрисполкома, да, предприятия, ему бы зеленстрой было. То есть, все люди вложили и сделали город, ну, собственно, таким, каким он был, всесоюзной здравницей. Сегодня не менее высокая планка у нашего города, может быть, даже в этих сложных экономических и политических условиях, она даже еще выше, чем тогда, и поэтому мы должны высоко нести вот это знамя нашего города-курорта. Контроль за вырубкой зеленых насаждений тоже для Сочи злободневный вопрос. Удаются ли наказывать нарушителей и хоть как-то восполнять зеленый наряд курорта? Ну, действительно, вопрос серьезный во все времена, особенно во времена бурного развития городов. Наш город относится к именно этому типу городов. Он развивается и, безусловно, возникают зачастую проблемы с зелеными насаждениями и застройщиками. Но сегодня, в целом, я думаю, ситуация находится под контролем. Удается принимать своевременные меры. Вот. Вопрос, насколько они достаточны или недостаточны. Я думаю, явно недостаточны. В каком плане? На сегодня у нас экологический совет при главе города, ну, собственно, уже неоднократно поднимал темы недостаточного количества нормативно-правых актов, которые бы регулировали эту сферу отношений в части зеленого строительства, в части уходных мероприятий за зелеными растениями. Поэтому есть поручения главы города. Сегодня разрабатываются новые правила благоустройства. На сегодня выходим с инициативой в законодательное собрание Краснодарского края, чтобы внести изменения в закон края об охране окружающей среды. И, собственно, я надеюсь, что 2018 год он станет таким вот переломным в той части, что мы не только наказывать будем, мы объясним и нашим людям, и ТОСам, и управляющим компаниям, как правильно ухаживать за растениями, что нужно делать с ними, как их подкармливать, кормить, чтобы они быстрее вырастали и не погибали. В общем, тут такая комплексная задача, которую предстоит решать. Не только вот вопрос, вырубил на вырубил, наказан. А сама программа живых изгородей, поскольку она рассчитана на несколько лет, безусловно, она будет служить тем направлением, где уважаемые предприниматели, предприятия и граждане, если будут что-то вырубать, им будет предоставлена возможность в рамках закона, собственно, поучаствовать в реализации этой программы. Сельское хозяйство для курорта не так, конечно, значимо. И тем не менее, что сегодня в Сочи выращивают, и чем может похвастаться отрасль? Да я не совсем согласен с вашей формулировкой, что незначимый вопрос. Он даже очень значимый, просто он на сегодня затерялся где-то во времени. Комплекс сложностей в нем не менее большой, чем в остальной жизни нашего города. Ну, несколько цифр. Есть краевая программа, по которой развиваются чайные плантации. Наши совхозы участвуют в этой программе. И на сегодня, не скажу, что в разы, но, собственно, за 4-3 года у нас урожайность чаев увеличилась. Поэтому поддержка государственная есть, направление по выращиванию чая, оно идет, и, я думаю, его не остановить. Второй вопрос, на мой взгляд, вот много или мало 3 гектара теплиц предприятия Верлёка для нашего города, полумиллионного. Вообще, сейчас идем, ищем ответ на вопрос, сколько теплиц нашему городу нужно, чтобы они нашли свое отражение в генеральном плане, чтобы город, ну, достаточно много, как в прошлые годы, в советские, на которые мы ссылались с вами, да, собственно, достаточно большое количество овощей тогда город выращивал сам для себя. Поэтому задачи, которые стоят по овощи, по развитию овощеводства, по развитию садоводства, они есть, они стоят, их надо решать. Наверное, стоит сказать, что сегодня сельское хозяйство невозможно без использования новых технологий. В помощь фермерам многочисленные выставки и ярмарки. Одна из таких, кстати, недавно прошла в Краснодаре, Юг Агра. Давайте посмотрим видеосюжет. Официальный старт ее работы дали глава региона Венемин Кондратьев и председатель Краевого Заксобрания. В павильонах крупнейшие российские и иностранные компании представили новейшую технику. Это новые тракторы, комбайны, культиваторы, плуги. Именно использование современных машин – один из секретов рекордных урожаев, отметил губернатор. За последние два года в крае произошло рекордное обновление парка сельхозмашин. На эти цели было выделено 20 миллиардов рублей. Такое масштабное техническое перевооружение стало возможным в первую очередь благодаря государственной поддержке стороны правительства Российской Федерации, ну и, конечно, региональных программ. Ну, и я убежден, что дополнительный импульс всему этому придает та выставка, на которой мы с вами находимся, Юг Агра, где сегодня собрана лучшая мировая техника и представлены самые разобразные передовые технологии в сельском хозяйстве. Безусловно, это инвестиции. Это инвестиции в будущее, в будущее сельского хозяйства, в будущее стабильной экономики нашего региона, ну и, конечно, в стабильную, комфортную жизнь наших селян. Экспозиции Юг Агра настолько велики и объемны, что их, как Эрмитаж, невозможно обойти за один день. За годы своего существования выставка внесла немалый клад в развитие агропромышленного комплекса Кубани. Наши аграрии заключают здесь контракты на приобретение оборудования, позволяющего продвинуть вперед их предприятия, нарастить объемы производства, повысить его эффективность. Почти три четверти договоров на поставку техники заключаются на Юг Агра. Выставка Юг Агра уже 24-я по счету. Ее почетными гостями в этом году стали полномочные послы Швеции и Нидерландов в России. Всего же участие в ней принимают почти 700 компаний из 32 стран мира. Посещают ли такие форумы специалистов наши сочинские предприниматели? Или у нас своя специфика? В рамках вот этой выставки на прошлой неделе вице-губернатор, ответственный за развитие сельского хозяйства, проводил совещание. И мы на этом совещании были вместе с руководителями наших сельскохозяйственных предприятий. И безусловно с удовольствием прошли, посмотрели саму выставку. Ну, понятно, объемы, когда там стоят огромные комбайны для площадей Кубани. Ну, как бы, вроде бы тут Сочи слабо попадает. Ну, и есть элементы техник, рассудка того капельного орошения, того, которое необходимо для овощей, для наших зеленых насаждений, наших клумб. То есть там много интересного было. И, безусловно, принимали и будут принимать участие. Андрей Петрович, одно время на курорте ходила информация о создании некоего перерабатывающего пункта, куда местные владельцы частных подворьев могли бы сдавать свои овощи, фрукты, а в итоге получались бы соленье, варенье под маркой «Сделано в Сочи». Вот как власти смотрят на этот вопрос? И получилось ли что-то сделать в этом направлении? Власти и тогда, и сегодня, и завтра будут смотреть положительно на решение этой задачи. Трудность в чем? Первое, нет непосредственно исполнительного инициатора процесса кооперации, условно, либо человека, либо организации, способной объединить предприятия, фермеров, чтобы на условиях кооперации выращивать, закупать и перерабатывать продукцию. Хотя первые ростки у нас есть, у нас чайные предприятия, помимо ассоциаций чайной, создали и кооператив на базе объединения «Краснодарский чай». И поэтому, собственно, я считаю, вот такой вот мощный росток, он как бы есть, и в общении с членами кооператива, ну, собственно, да, они обозначили вопрос. Первое, наладить производство, обновить чайную фабрику, сделать, чтобы более современное оборудование, и построить нормальный, солидный дом чая, в котором должна быть представлена круглый год наша продукция, чаеводческая, чтобы жители и гости курорта могли в любое время подъехать, посмотреть и попробовать высококачественный чай. Ну, что касается варенья и всего остального, то есть ждете инициативу от самих владельцев подворья? Нет, ну, есть кооператив, мы проговорили, ну, должно пройти некое созревание, понимаете, вот у нас фейхуа растет, заходим в магазин, продается компот из фейхуа, откуда? Из Армении, с Азербайджана, то есть нашего сочинского нет. То есть есть те направления, которые мы можем и должны осваивать, чтобы наши жители, наши гости угощались плодами нашей земли сочинской. Помимо всего прочего, вы долгое время возглавляете экологический совет, члены которого выносят экологические проблемы курорта на обсуждение с главой города. Вот какие из этих проблем вы сегодня планируете решить в новой должности? Во-первых, у нас на прошлой неделе прошло заключительное заседание экологического совета в 2017 году. Экологический совет, ну, чтобы для наших телезрителей было понятно, это не пожарная команда, которая, ну, что-то случилось, и общественники побежали. У нас есть план работы, который рассматривается, согласовывается с главой, утверждается, и мы нацелены на решение серьезных экологических проблем в части выработки рекомендаций. И вот рассматривая экологические вопросы на этом совете, ну, несколько таких серьезных вопросов было поднято, и, собственно, совет вместе с департаментом приступаем к их реализации. Ну, первый вопрос – это взаимодействие с нашим национальным парком, это определение статуса и реального состояния по тем землям, которые по последованию правительства отошли от национального парка к городу, ну, и где-то на своем пути эта проблема, она остановилась. И вот есть конкретное поручение главы и решение совета создать межведомственную комиссию и, собственно, внимательным образом изучить эту территорию, выработать предложения о размещении городских лесов, парков, скверов, ну, собственно, что можно и нужно сохранить, это все нужно сохранять, это большая работа, она, собственно, не одного дня. При этом, учитывая, что у нас вносятся поправки в генеральный план развития города-курорта Сочи, безусловно, нам всем интересно не только, как будет развиваться город, ну, и, собственно, руководителям национального парка тоже интересно понимание, как будет развиваться сам национальный парк 20 лет. Он же не может оставаться в том состоянии, в котором город развивается, парк не идет. Вот, помимо этого, был вопрос о проведении, ну, не общественных слушаний, а дискуссий, да, на базе экологического совета на предмет размещения мусороперерабатывающего завода в городе Сочи. Вот, там разные технологии присутствуют, и зачастую наши средства массовой информации, ну, спекулируют на этой теме, чтобы привлечь внимание. При этом мы видим журналистов, мы видим комментарии каких-то личностей, да, но то, что специалисты сказали, и в итоге вышли на какую-то технологию, которая успокоит наших жителей, что она безопасна и безвредна. На самом деле страсти накаляются и среди жителей. Нет, ну, идут различные спекуляции. Вы понимаете, появилась некая общественная организация у нас в Сочи. С одной стороны, не буду называть, чтобы не рекламировать, да, с одной стороны она занимается благим делом, организует сбор, очистку территории от особо вредных отходов, батарейки, там, все это вот. Но с другой стороны, в ее цели и задачи написано, не допустить строительства мусоропередачных заводов в городе Сочи. Что это? Приехали с Питера, да, нормально помогают организации. И в то же время вот такой лозунг, да, это настораживает. Поэтому тут не нужно терять бительность. На самом деле нужно проводить дискуссию. Площадка есть, экологический совет, где приглашать разного уровня ученых, специалистов, да, и разбираться по существу вопроса. Ну, как пример, экологический совет, как площадка, да, занимались геологоразведкой Роснефти осенью. Ну и, собственно, в том числе, как бы, достаточно хорошо рассмотрели этот вопрос. Ну и на сегодня эта тема, собственно, снята на пять лет путем отзыва лицензии в организации, которая должна была бы бурить в Черном море скважины. То есть, он как бы отодвинут на дальнюю перспективу. Ну, по крайней мере, угрозы явного бурения завтра в нашем море нет. Андрей Петрович, спасибо огромное за исчерпывающий ответ и удачи вам в такой важной для курорта работе. Сохранение экологии окружающей среды. Вам спасибо, что пригласили студию. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня был директор департамента Лесопаркового сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Андрей Платонов. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города. И до встречи в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лесопаркового сельского хозяйства